А я влюбился в полицейскую Петрову. Что говорить теперь моим друзьям? Мы с ней вдвоем ходили в Третьяковку и целовались в парке возле ям. Мои друзья сплошные анархисты, нацболы есть и даже либерал. А у Петровой шлем мотоциклистский и для дубинки кожаный пенал. Вчера мы с ней, поужинав у Зоси, пошли ко мне. И там во тьме, как тать, я в свой карман наркотики подбросил и разрешил себя ей обыскать. Увы, роман закончился сурово, в наручниках я прыгнул в автозак, но на суде увидел у Петровой бриллиантовые слезы на глазах. Сегодня мы о наркотиках, наркополитике, о наркоманах и о борьбе с наркоманами. У нас в гостях поэт и гражданский активист Александр Дельфинов, Берлин, Россия. Здравствуйте. А мы недавно встретились на митинге, и я была впервые на таком митинге. Митинг был посвящен жертвам наркополитики. Неправильной наркополитики. Поскольку про российскую наркополитику наш зритель знает лучше, давай сначала поговорим про европейскую, потому что мне кажется, что очень трудно будет сравнивать теплое с зеленым. Главное заключается в том, что европейская наркополитика руководствуется гуманными принципами. Если вот говорить, например, на примере Германии, просто могу привести конкретный пример, что в 1995 году из ведомства Министерства внутренних дел, из ведения Министерства внутренних дел, отобрали составление ежегодного отчета по наркополитике, и теперь этим занимаются скорее медицинские социальные ведомства, плюс еще есть специальный пост федерального полномочия по наркополитике в Германии. И это тоже политический пост, то есть это не представитель силовых структур. Создаются низкопороговые социальные проекты, создаются проекты аутрич работы, то есть когда социальные работники сами выходят туда, где, например, уличная торговля проводится, то есть есть такие зоны в городе. Вот, кстати, про уличное. Я живу на станции метро Шонлайнштрассе, тоже место известное, и читаю с утра Берлинскую газету заметку про мою станцию метро, где я с трудом не видела, так сказать, полиции, но тем не менее. Такая история. Вышел из вагона метро парень, и у него из кармана выпало несколько колпачков с белым веществом. Ну, то есть, если говорить своими словами, скорее всего, это был кокаин. И почему-то рядом были полицейские, которые его тут же попытались задержать. Пассажиры метро отбили парня. И такая была заметка, типа, ну вот, вот гражданская солидарность. Это очень трудно. Тут нужно сделать оговорку, что это еще, это специфика Берлинской республики, да? Говорят, что есть Германия, есть Берлин, Берлинская республика. В Берлине действительно очень, ну что ли, очень свободное отношение, очень свободное отношение к жизни. Это наиболее, наверное, свободный город, может быть, даже вообще в Европе, не знаю. Ну, это так. Вот я могу привести пример. Когда я приехал в Берлин в 2001 году, я работал первые полгода в одном из проектов помощи потребителям наркотиков. В основном это было ориентировано на потребителей опиатов. И это был проект первый в Берлине, куда ходили русскоязычные люди. Вот. Он находился в жилом доме. Это такое, как будто бы кафе. Там столики стоят, стойка. Я, собственно, за стойкой за это стоял. Там, на самом деле, есть стиральная машина, где можно постираться два раза в неделю. Там врач принимал в комнатке сзади. Там есть душ, можно помыться. Там стоят коробки с секонд-хенд одежды, туда еду приносят. Такое вот место. То есть там постоянный поток людей идет туда-сюда. То есть несколько десятков человек в день. Это находится в жилом доме. Если мы вспомним историю про ночлежку в Москве, когда жители, значит, сплотились всей грудью, чтобы не допустить создание проекта помощи бездомным людям в своем жилом доме, то здесь совершенно другая ситуация. За жителями, безусловно, они проявили интерес. Там, как мне рассказали, был договор порядок соблюдать. Чистота, тишина. Там нет ни употребления самого, естественно, ни какой торговли. Полиция тоже туда не ходит. Это, кстати, тоже интересно, что в какой-то момент, тоже где-то примерно в середине 90-х годов, вот эта переломная линия в Германии, полиция перестала ловить наркоманов в Германии и Берлине тоже, где-то в середине 90-х годов. Соответственно, вот, например, если на секундочку мы предположим себе, что в Москве или в каком-то российском городе существует легальное открытое кафе, такое, условно, бесплатное, да, там оно почти бесплатное, куда приходят потребители наркотиков. Это открыто, публично. Мы можем тут же понять, там будут стоять опера где-то поблизости, будут всех ловить, шерстить. Почему эта логика антигуманна? И почему то, о чем мы с тобой говорим, вот давай для зрителя, который не коснулась вот этой вот наркополитики, которой у нас очень много есть, и вопросов, и претензий, и так далее, но тем не менее она развивающаяся, почему то, о чем мы говорим, не пропаганда наркотиков? Если бы я здесь рассказывал о том, как хорошо употреблять психоактивные вещества, и как это хорошо делать, и почему это нужно делать, это была пропаганда наркотиков. Мы ставим перед собой проблему следующую. Существует в обществе черный рынок, на котором продаются психоактивные вещества. Существуют опасности, риски употребления, злоупотребления этими веществами. Существуют люди, которые их употребляют, существуют люди, которые их продают, и, соответственно, которые там их производят. Существуют люди, которые как-то с этим борются, представляя государство. Существуют люди, которые оказывают помощь, медицинскую социальную. Это большой сегмент общественной жизни. Это большой рынок. Это сложно организованные структуры, это связано с этим оргпреступность, с этим связаны власти, с этим связаны серые зоны между оргпреступностью и властью. Это все может влиять на общество отрицательным образом. Это, соответственно, чем больше людей злоупотребляют веществами, тем может понижаться общественное благо за счет того, что распространяются заболевания не только даже само злоупотребление веществами, но и то, что ему сопутствует. Это криминальность может возрастать, там, я не знаю, эпидемия ВИЧ, эпидемия туберкулеза, как в России может быть, и так далее. Мы ставим перед собой эту проблему и мы говорим, как ее решить. И дальше мы спорим о методах. Вот в чем заключается наша задача. Это не пропаганда наркотиков, мы говорим о гуманной наркополитике, цель которой понизить вред, повысить благо. Если бы меня попросили бы сказать, какое самое известное и самое популярное русское теткино ругательство, я бы сказала бы «Наркоманы! Проститутки!» Все мы знаем, да? Наркоманы – это ругательное слово в России, да? Да, поэтому мы его не употребляем. Вот, расскажи про это. Как, кого называть? Я, конечно, могу тоже слово «наркоман» употребить, ну, например, в юмористическом ключе или в разговоре, потому что это существующее слово. Но мы говорим «люди, употребляющие наркотики», с упором на то, что это люди. И это люди, у которых свои проблемы, свои личные истории у каждого, и мы с каждым человеком говорим как с человеком, а не как с обезличенной какой-то непонятной серой массой. Люди, употребляющие наркотики – это или какая-то аббревиатура «Лун». Понятно, почему это делается, потому что если ты делаешь упор в языке на люди, на слово «люди», то у тебя люди и выходят на первый план. Это красиво по-русски. Люди, употребляющие наркотики, «Лун», «Лунные люди», да? Ну, это прямо почти красиво и, главное, почти правда. Я думаю, что здесь проблема заключается в том, что в России присутствует системная наркофобия. И это очень важно, потому что, что является типичным спутником такого рода диалога, который мы ведем. Я даже могу привести пример из вчерашнего дня. Я после этого выступления на вот этой акции, посвященной погибшим от наркозависимости в Берлине, погибшим в мире, это международный день, но в Берлине акция проходила, я написал об этом пост, повесил свою фотографию, написал текст стихотворения, который я там читал. Это стихотворение, где речь идет о нашем поколении. Немедленно в комментариях появился человек, который стал истерично говорить, «Вот и порадуйтесь, все ваше поколение померло, потравили ваше поколение». То есть немедленно начал в мой адрес, как бы, такой, ну, на грани hate speech, да, что-то такое проговаривать. Почему на таком немедленно истерическом уровне? «Я хоронил, я хоронил там кого-то, вот поэтому». То есть человек вообще не слышит, о чем идет речь. И вот он, как бы, о чем-то своем говорит, что-то, что его невероятно тревожит на эмоциональном уровне, но не готов думать об этом. И само слово «наркотики» вызывает такой ужас у людей, оно блокирует, как бы, немедленно мысленные способности человека. И часто люди начинают истерически на это реагировать. И, ну, вот известная фраза была из репертуара человека, к которому я очень негативно отношусь, Евгения Ройзмана. «Нарколыга – животное, барыга, людоед». Значит, нарколыга – это, как бы, лун. Что мы здесь, какой мы делаем из этого вывод? Если человек, употребляющий наркотики, это не человека, а животное, значит, у него нет прав человека. У нас в городе была такая ситуация, что практически не осталось семей, людей, у которых нет знакомых, наркоманов не было, у кого кто-то не умирал от наркотиков. Ну, практически не осталось. Все с этим столкнулись так или иначе. Я никогда такого не видел. Мы заезжаем, просто ходят толпы совершенно невменяемых людей. Мы ехали, капотом раздвигали. Выезжаем на Тельмана 12, там такая площадочка, там стоит киоск. Торгуют из киоска, и очередь стоит в киоск. Просто очередь стоит. Каждый наркоман мечтает, чтобы его считали больным. Наркоману надо, чтобы его жалели, чтобы его считали больным, чтобы ему героин давали. Им будет класс. Никакая-то не болезнь, это распущен. Все, и лежат, и терпят нормально. Во-первых, без единой таблетки. Во-вторых, это не лечится болезнь, это просто не дают колодцы. Такие условия, все 24 часа в сутки. Но все-таки Екатеринбург выстоял в войне именно с наркобарыгами. Это неправда. Это превратное представление о деятельности Евгения Ройзуна и города без наркотиков. Но это очень большая тема, которой стоило бы отдельно посвятить, так сказать, 10 передач. Потому что там очень много разной информации. Один пример приведу. Свердловская область и Екатеринбург лидировали в России по уровню распространения ВИЧ-инфекции. В результате того, что в городе в какой-то период царил, ну скажем так, террор, можно сказать, по отношению к этой группе людей, работа социальных структур была достаточно затруднена. И это позволяло эпидемии как бы распространяться в этой среде, в среде инъекционных потребителей наркотиков. Вот, Ройзман в ответ на это говорит, если я не ошибаюсь, что просто очень хорошо проводят тестирование. Вот, поэтому такие результаты. Нет, но вообще Россия и социальные структуры, мне кажется, такие все-таки понятия, немножко, ну между ними стоит такая стена китайская. Вот здесь Россия, а здесь социальные структуры. В каком смысле? Ну, в России нет нормальных социальных служб. Ну нет. А, это да. Да, чего? Ну нет, это социальных служб. Там просто некому, других методов у нас для вас нет. Нет, 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 но там были организации, там были организации, с которыми сотрудничали мы, в том числе я. Я ездил в Екатеринбург, я был в так называемом последнем приюте. Это больница, куда попадают самые такие низовые уже люди с проблемами, у которых туберкулез, ВИЧ, турбович, то что называется. Это последний приют. Да, 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 это уже такая больница, практически куда умирать людей отправляли. Вот, но если говорить коротко, то маленькие, небольшие организации, которые пытались проводить в Екатеринбурге в то время, например, уличную аутрич-работу или социальную работу в этой среде, они существовали. И они могут рассказать, представители этих организаций могут рассказать совсем другие истории про то, как они сталкивались с людьми из розминовских структур. Ты совсем недавно стоял, когда еще можно было до пандемии, у Государственной Думы с плакатами, и ты протестовал против арестов людей, которые так или иначе были задержаны, обвинены, против них возбуждались уголовные дела, их сажали, против людей, которые получали посылки с лекарствами. Это вещество, которое я получаю в Берлине, в Германии от врача, да, потому что я отношусь к людям, живущим с психиатрическими диагнозами, и у меня есть прописанное лекарство. Вот как раз в то время я понял, что я и собираюсь поехать в Россию, и вдруг я понимаю, что лекарство, которое я употребляю, за него можно сесть внезапно, да, так у меня все это калькулируется в голове, и я понимаю, что мне нельзя его брать с собой. Опа, такая неожиданная ситуация. Под ударом оказываются очень многие люди, которые могут ввозить лекарства в Россию, не обязательно эти депрессанты, которые при помощи понятия производной можно приравнивать к наркотикам. Вот, Институт прав человека подготовил законопроект о том, чтобы отменить это понятие и пользоваться при экспертизе в отношении наркотических веществ только действующим перечнем запрещенных веществ, и никак этот перечень не произвольно не расширяя. Поэтому я решил сделать акцию прямого действия, вот эту тогда, в 2019 году, потому что это конкретно касалось меня. Я подумал, сколько еще таких людей? А сколько людей, которые не знают об этом? А сколько людей, которые пересекают границу с этими таблетками? Их, кстати, их много. Тоже вот все сходится в эту репрессивную точку. То есть, что говорит нам, ну скажем, законодатель в России, что говорит нам государство через законодателя, через систему существующих законов и тех законов, которые формируются в Думе, например. Он нам говорит примерно следующее, месседж примерно такой. Вообще не надо говорить про наркотики, потому что любое упоминание этой темы вызывает интерес у детей, огромный интерес. И дети сразу пойдут употреблять наркотики, как только вы пронесете слух это слово. В России почти полмиллиона заключенных. И мы знаем, что треть из них сидит так или иначе за преступления, связанные с оборотом наркотиков. То есть, каждый год порядка 120 тысяч человек. Можете представить, да, вот Болотная площадь, самая большая миссия, да? Меньше. В прошедшем году меньше стало. Около 70 тысяч приговоров по наркостатьям произошло понижение. В среднем около, да, от 100 до 120 было, начиная с 2010 года. Но вот в 2020 зафиксировано понижение. Есть вопрос, почему это происходит. Ответ парадоксальный. Не из-за того, что... Как бы это снижение количества обвинительных приговоров связано с тем, что понизилась раскрываемость преступлений. А я тебе вдруг по-другому скажу. Потому что пандемия. Потому что пандемия и... Все дома сидят, да? Там, где раньше можно было сделать палки или самому спалиться на том, что ты сидишь где-то не дома, просто это было выше. Еще одно из объяснений это то, что сама наркоторговля полностью перешла в интернет и стала менее доступной для отслеживания. Ответ на репрессии это ответ технологический. В России создана одна из самых продвинутых в мире интернет-торговых площадок в Даркнете, которая позволяет купить практически все, что угодно в любом городе, в любое время суток. А что с этим делать? Если бы тебя назначили летнапить царем всея Руси в области наркополитики? Драг-царь. Это такое есть в Америке. Есть человек, который, скажем так, представляет на федеральном ордене наркополитику США. У него официально термин, он называется так, драг-царь. Хорошо. Неофициально, это неофициальное название, но оно есть. Хорошо, драг-кинг, давай, давай, разруливай. Вот ты в России, кинг, разруливай. Я бы думаю, что если бы я оказался на таком посту, поскольку я не являюсь специалистом в этой области, то есть я не являюсь ни медиком, ни юристом, я бы в первую очередь, что бы сделал, я бы созвал, наверное, конференцию, на которую бы пригласил всех специалистов. Это одна из главных проблем для, может быть, даже не только для России, но это вообще очень серьезная проблема, что политики и чиновники часто принимают те или иные решения не на основе каких-то научных данных, не на основе каких-то аналитических, скажем, докладов, а на основе своих эмоций и желаний. Например, давайте мы всех арестуем, и все будет сразу, ну, будет чистая поляна. Еще лучше расстреляем. Это вот те, кто наркоман и проститутки, и всех расстреляют. Кстати, на тему «всех расстреляем» мы знаем из истории, что такого рода попытки предпринимались. То есть предпринимались, и даже наши дни предпринимаются на Филиппинах. Допустим, зададим себе на секундочку вопрос, а если мы действительно всех расстреляем? То есть мы расстреляем всех наркоманов, и всех, кого поймаем, кто продает. Вот действительно, всех расстреляем. Что будет? Нечто подобное происходило в сталинское время, в начале 30-х годов в России, когда массово наркопотребителей, которых было тогда очень много и бездомных было очень много, высылали из городов больших, происходило в начале 30-х, еще до большого террора, так называемая зачистка социально неблагополучных элементов. Мы видим, что если действительно государство идет на такие меры, то есть оно применяет самые радикальные репрессии, самые радикальные, то есть просто абсолютно, которые только можно себе придумать, действительно на какое-то время проблема как бы решается. На пару месяцев? Я думаю, что можно говорить даже о нескольких годах, но проходит, допустим, декада, меняются люди, вырастает новое поколение, появляются новые вещества, и мы видим, что уже буквально через некоторое время мы видим полностью видоизменившуюся картину, мы видим, что другие вещества пришли на смену. Допустим, до начала 30-х годов, пожалуй, самым популярным веществом в Советском Союзе был кокаин. Ну, конечно, вертикский кокаинеточка, конечно. Да, я, например, помню, я читал журнал «Огонек» за 28-й или за 29-й год, там был фильетон, где говорилось о том, что в Москве некоторые партийные работники, и надо бороться с этим, некоторые партийные работники в Москве, вот в частности такой-то, условно говоря, товарищ, что делают? Они, значит, партийную кассу уносят в казино, и там тратят на кокаин и проституток. Ничего не изменилось. Делаем выводы. 28-й год. В Москве есть казино, партийные работники, своровав кассу, значит, там прожигают жизнь с кокосом. 28-й год. В середине 30-х никого не осталось, никакого кокаина, никаких потребителей, все уехали. А потом пришла война, и когда война закончилась, что у нас осталось после войны? У нас осталась солдатская болезнь, то есть морфинизм. Потому что в период войны использовался морфин для обезболивания солдат и раненых. После войны кто был распространен по всему Союзу? Инвалиды, раненые. Еще в 60-х годах существовало понятие в Москве морфиновые сестры. Это сестры из поликлиник, которые приходили к ветеранам делать уколы. Мне рассказывал один уже пожилой человек, что у них во дворе был ветеран, это называлось ветераны, так и называлось. Вот у них во дворе был ветеран, он говорит, он с утра начинал орать. В 12 дня приходила сестра, и он прекращал. Естественно, что морфин продавали. И если мы посмотрим динамику за десятки лет, мы увидим, что это повторяется в других странах вновь и вновь. То есть полная зачистка социальной группы, уничтожение физических людей, которые потребляют вещества, она не изменит проблему в долгосрочной перспективе. Придут новые люди, будут другие вещества, это будет повторяться вновь и вновь. У нас количество веществ нелегальных теперь, оно каждый год новое, то есть их уже тысячи. Мы, как представители, сторонники ГУМа наркополитики, мы говорим, что репрессивная методика себя не оправдала. Правда, нам в ответ на это возражают, было бы еще хуже. Ну, как бы давайте поспорим об этом открыто, давайте, не знаю, конференцию соберем, давайте решим вопрос, у кого какие аргументы, да, более убедительные. А сейчас какая в России волна? Сейчас примерно половина тех, кто попадает в наркореабилитационные учреждения, это потребители мефедрона и альфа-ПВП, то есть это так называемые соли. Это вещества, в принципе, относящиеся к группе стимуляторов, и это так называемые новые психоактивные вещества. Это понятие, которое вошло в обиход в начале 21 века, это абсолютно синтетические вещества, которые в основном производятся в Китае. Буквально вот сейчас, на днях, мне из Москвы написали, поскольку я вот такие оказываю, что ли, иногда консультационные, да, не знаю, услуги, не услуги, в общем, консультирую людей по проблемным вопросам. Помощь. Что с ним делать? Куда его, значит, вот его в какую-то больницу привезли, что с ним делать? Вот где найти реабилитацию? Вот я там его свел с людьми, которые занимаются реабилитацией в соответствии с принципами этики. Потому что проблема для России реабилитационных центров, нацеленных на людей с алкозависимостью, наркозависимостью, в том, что ты должен очень аккуратно выбирать, куда ты попадешь. Потому что это рынок, за это берут деньги, и у нас гигантское количество в России частных реабилитационных центров или, скажем так, частных каких-то учреждений, которые себя презентуют как реабилитационные центры, которые могут быть организованы совершенно кем угодно, которые могут быть организованы вообще не врачами, никоим образом, вообще кем угодно. Ну, я не знаю, там, пример вот таких организаций, как Город без наркотиков, о котором я уже говорил, я негативно отношусь к ним. Но есть гораздо более, были и есть гораздо более крупные, гораздо более такие страшноватые организации. Вот, как, например, была такая организация Преображение России. Что они делали? Они брали, находили людей, которые вышли из мест лишения свободы, забирали у них документы, перебрасывали их в какое-нибудь отдаленное место, там, в другой город, как бы в репцентр, и заставляли их работать. А сейчас это процветает? Да, да. По другим названиям. Да, но Преображение России было, у них бизнес закончился, потому что руководитель организации убил реабилитанта. Это дело вышло на, забил его палкой. Только тот, что там какой-то порядок нарушил, на свиноферме, если не ошибаюсь, тот его убил. Но есть и нормальные репцентры, где люди работают, как вот я уже сказал, в соответствии с принципами этики. Надо просто такое находить. И вот сейчас, насколько я знаю, примерно половина реабилитантов относится к солевым, как говорят. Почему эта тема так важна лично для тебя? Когда вот в конце 80-х годов я, ну что ли, начал, начинал такую самостоятельную жизнь, да, я относился, конечно, к группе риска, как говорят, да, то есть испытывал депрессивные сильные состояния, но как бы не осознавая еще этого, не находя этому для себя слов, да, когда я был там 16-15 лет. И так получилось, что я оказался, мои ближайшие друзья, это были люди, часто лет на 10 меня старше, и это были люди, которые употребляют вещества. И я оказался прямо вот в эпицентре этих всех, ну, процессов. Я помню компанию в 87-м году, которая была, вот мы сидели в одном городе российском, сидели, значит, в пятером в квартире, да, вот из этих пятерых, и там ребята мне предложили в первый раз там покурить травы. Это просто был такой первый раз. Я тогда отказался. Я такой, ой, какой ужас, нет. Вот из этих пятерых людей я в живых один. Вот, 87-го года. Из-за этого, за этих людей я знаю всех. Но, конечно, это, и я смотрел, как это происходит, я видел, как люди оказываются в критических состояниях, я клал своих друзей в больницы, приходилось прощаться с друзьями, которые уходят, и это в какой-то момент, я сам был вовлечен в употребление, но неким загадочным образом я не оказался в таком состоянии, которое бы было критичным, да, то есть и вышел из этого достаточно быстро. То есть я несколько раз за время жизни оказывался в проблемных состояниях. В общей сложности можно сказать, наверное, о трех таких периодах, которые касались разных веществ, и в результате я стал таким опытным пациентом, который может выступать как равный консультант, да, и для людей, которые испытывают проблемы. Ну вот, для меня стал в какой-то момент важным вопрос, стал важным вопрос, почему это происходит с нами. Я как будто бы прошел сквозь это, как такой призрак, да. Вот. Может быть, это было сделано для того, чтобы я это знал, да, потому что я эту уникальную информацию имею теперь в голове у себя. Я вижу эти, ну, как бы эту проблему с разных сторон, в том числе изнутри. Вот. Поэтому для меня это важно. Я, это часть жизни, которая является моей личной проблемой. Гражданин. Мы увидели тебя как гражданина, но все-таки мы тебя знаем и любим как поэта. Давай, давай на тему. Солнце трезвости. Стандартный день простого наркомана в себя включает сотни разных дел. Но я о них рассказывать не стану. Мне это главредактор не велел. Воздействие различных препаратов по-разному корячит организм. Но этих тем затрагивать не надо. Не надо наркотических харизм. Желаю уберечься от болезни, не пользуйтесь общественным шприцом. А, впрочем, промолчу. Оно полезней стоять с надутым важностью лицом. Пусть кто-то снова жертвою подброса уходит в никуда на много лет. Закроем обсуждение вопроса. О чем молчим? Того на свете нет. Поднялся над Россией линчеватель, преследующий призрачных барыг. Но я таких рассказов не писатель. И говорить открыто не привык. Начальник врет, ворует подчиненный, хереет замороченный народ. А я простой российский заключенный. А может вертухай. Наоборот. Не надо нам ни споров, ни дискуссий. Наркотикам война. Иначе смерть. Восходит солнце трезвости над Русью. И освещает выжженную твердь. Продолжение следует.